ДИГЛ И поехали! Давай не разводить сопли, можно было бы всё сказать и первым же предложением. Но тогда ты сразу бы кликнул с видоса и пошёл по своим делам, а мне тут нужно тебе и другую полезную инфу рассказать. Апрель 2019 года. Именно в этом месяце стартанёт своё эпичное похождение второй сезон One Punch Man. Точной даты с днём и временем пока нет, но скорее всего она появится только прямо перед релизом. Да и это не имеет особого значения, учитывая, что до апреля всё равно ждать ещё полгода. Вот так вот просто. А сколько времени и нервов ушло, да? Наверное для тебя это и не так значимо, но каким же облегчением несколько этих цифрок стали для меня? Ведь теперь я могу ответить на вопрос, когда выходит второй сезон One Punch'а. С анонсом подкатил и тизер-трейлер, который ничего толком не показал, кроме того, что некоторые диалоги уже записаны. К сожалению, там не было никаких кадров из второго сезона вообще, и не получится ничего разобрать. Но когда выйдет полноценный трейлер, дай вам бог времени посмотреть мой часовой анализ каждого кадра, я от него не отцеплюсь, пока не проанализирую все детали. Ты меня знаешь. Я бы диалоги из тизера разобрал, кто там говорит и что, но по-моему в этом мало интересного. Увы, нам ещё и не сказали, сколько в сезоне будет серии, что в нём покажут и тому подобное. Поэтому здесь придётся высматривать дальнейшую информацию. Однако на этот раз и правда ждать уже придётся недолго, ибо максимум через полгода второму сезону точно суждено быть. И всю необходимую инфу мы узнаем где-то в этом промежутке времени. Поэтому оставайся подписанным на канал, чтобы ничего важного не пропустить. Ну и в очередной раз подтвердилась информация, что над опенингом ко второму сезону будут работать те же Jam Project, не путать с дайбером, которые работали над интро-песней к первому. А значит, можно не бояться ухудшения качества в этом районе. Музон ко вступлению подгонят годный. Также напоминаю, что почти весь став первого сезона продолжил работать над вторым, хотя и за исключением режиссёров. Звук режиссёра сменили на вполне примечательного, и волноваться за звуковую часть не стоит, тем более, что музыку продюсировать будет всё тот же Макото Миядзаки. И нет, это не тот Миядзаки, который Миядзаки. И нет, это не тот Миядзаки, который Dark Souls. Этот пишет музыку. В Японии, видимо, гением при рождении фамилию Миядзаки по ДНК выписывают, но не суть. Но вот ухудшения в плане режиссуры опасаться вполне можно, ибо гениального Шинга Натсуме заменили на режиссёра проходного Экти Слайса. И да, всего одного. Потому что новый режиссёр от Джесси Став, Дован Панчман, режиссировал лишь одно аниме, хотя и участвовал в создании таких великих шедевров, как Депт Святого Знака, Вторжение Кальмарки и, конечно же, незабвенного монстра японской анимации Tokyo Miao Miao. Ну ладно, не настолько всё плохо. Он также работал над несколькими фильмами по Наруто, пилил раскадровку к лучшему сезону Повара-Бойца Сомы и анимировал Замакнись сильнее. Однако, уровень явно не тот. Я не уверен, как справится такой вот пока что ноунейм с режиссированием настолько амбициозного и сложного проекта. Надеюсь, 4 года работы не пойдут напрасно и к апрелю мы заценим что-то действительно годное. Однако, до весны чем-то заняться надо. Лично я собираюсь продолжать пилить обзорчики по манге и дальше развлекать тебя своим контентом. Надеюсь, не только связанным с Ван Панчем. Но вот сейчас мне захотелось разобрать мангу на серии второго сезона и сделать предположение о том, какие главы куда попадут, а также на чём всё закончится. Стоит ли говорить, что дальше будут спойлеры сюжета второго сезона? Я не знаю, но они там будут и очень серьёзные, потому что я назову тебе вероятную концовку и также разберу все серии. Конечно, всё это будет строиться лишь на моих предположениях и прочих субъективных штуках, поэтому давай просто поразвлекаемся с материалом, который есть у нас и поприкидываем, что из него может получиться. Каким образом вообще можно рассуждать о расстановке глав на серии, если я не являюсь режиссёром и даже не знаком с ним? Есть несколько вариантов. И в первую очередь я попытался прикинуть, сколько глав из манги занимала одна серия в первом сезоне. Получилось, что на каждый эпизод приходилось примерно 3-5 чаптеров. И раскидав, я пришёл к выводу, что сезон закончится на 117 главе с победой Сайтамы над Гакетсу и этим эпичным отказом Лысика в просьбе Сурью. Однако, хотя это и подпадало под одну из моих первоначальных теорий о концовке, я всё-таки в дальнейшем решил, что сезон должен закончиться на победе над Многоножкой, ибо было бы странно завершать такое долгожданное аниме на ваншоте за кадром, да и на постере Генос находится в той форме, в которой сражался с Многоножкой. И в таком случае добавить пришлось бы ещё 2-3 эпизода, чтобы догнать 126 главу. Да, можно сказать, что не так проблематично будет добавить ещё 3 серии, ведь 15 не 24, и закончить на этом рассуждение. Однако, я всё-таки считаю, что серий должно быть 12, потому что это будет логично и является стандартным количеством для телевизионного аниме. Так что далее. Пошла попытка перекомпоновать главы из манги таким образом, чтобы вышло ровно 12 эпизодов. И у меня это даже получилось, но вышло слишком рандомно, ведь по ощущениям тыкал я пальцем в небо, поэтому решил воспользоваться ещё одним, уже более точным методом вычисления количества материала на серию. Посчитал странички. В среднем на один эпизод первого сезона уходило 145-155 страниц, то есть около 150 для упрощения. Конечно, я не брал в расчёты страницы, которые были заняты баннерами переводчиков и прочую ересь, но именно поэтому и называю значение средним, что количество должно быть примерно равно, но может выходить и за пределы. Таким вот образом, я начал себе спокойненько компоновать, и на моё удивление, результат вышел абсолютно отличным от того, что я предполагал. Во-первых, в своём подсчёте по главам я действительно допустил серьёзную ошибку, ведь переводчики иногда выдавали главы по 5-10 страниц, а иногда по 50-60, и если считать только по главам, получится полный рандом. Однако, на этом мои открытия не закончились, ведь концовка оказалась совсем не в том месте, где я предполагал. Последняя серия по новым подсчётам должна была закончиться где-то на 129-130 главе, что не имело никакого смысла, ведь на этом моменте не ставится вообще никакой точки. Да, ты правильно услышал. Не 117-е, и даже не 126-е, а почти самый ongoing 130-е. Сюжет, если считать по страницам, должен уйти за 126-ю главу. То есть, если я прав, второй сезон настолько задерживается именно потому, что материала в манге было просто недостаточно, чтобы нарисовать аниме. Анонс действительно не появлялся так долго в первую очередь, потому что не было нужного количества страниц для экранизации, а я был кардинально неправ, когда год назад или около того придирался к тому, что всё уж давно достаточно. Но что же делать со странной концовкой? Нельзя же закончить весь сезон не пойми на чём. Так что я начал искать главу, которую можно было бы поставить в завершении, которая ставила бы некоторую точку в истории и задвигала на продолжение. И тут стоит добавить слова Мураты, которыми я руководствовался в размышлениях. Он сказал на одном из стримов, что турнирную арку с Сурью несколько порежут, чтобы хватило места для заключения. А значит, страниц там может быть покрыто за серию значительно больше, чем обычно. И вот, глава, которую я подобрал для концовки, оказалась не так уж и далеко. Номер 133. В ней Гару сражается Сорочи, а в самом конце Сайтама залазит в канализацию, чтобы отправиться искать источник шума. На мой взгляд, это идеальный вариант из всех возможных глав в районе 130-й, ведь на 126-й всё закончиться не может. Таким образом, закинув больше страниц из турнирной арки на серию и перекомпоновав всё, я пришёл к некоторым выводам. Итак, первая серия, очевидно, начнётся с 49-й главы, где пойдёт история Кинга, и закончится на 58-й, где Гару побеждает злодеев с героями в здании ассоциации. Второй эпизод покажет главы с 59-й до 69-й, где сначала Фубуки придёт клеить Сайтаму, потом появится Соник, и всё завершится на Гару, выносящем мастера в майке. На третью пойдут главы с 70-й до 81-й, то есть снова Гару, Больничка, потом Многоножка и Бита, обещающие её завалить последним кадром. Четвёртая серия завершит битву Биты против Многоножки с Гару и покажет, как Сайтама разбирает своих противников на турнире, что значит от 82-й главы до 93-й. В пятой серии с 94-й по 108-ю главу мы, наконец, увидим полное противостояние Сурью против Лысика, и завершится оно на мощном панче, рвущем одежду первого в куски. На шестой эпизод отведены главы со 109-й по 117-ю, начиная с приходом Гакетсу и завершаясь ваншотом за кадром, а также тем самым эпичным отказом, который должен был по первоначальной моей задумке завершать весь сезон. Однако здесь оказывается лишь на середине. И как ты можешь уже понять, материала будет покрыто просто огромное количество, и если серии будут расставлены хотя бы примерно по моим предположениям, нам стоит ожидать крайне насыщенный сезон. Но давай идти далее. Седьмая серия начнется со 118-й главы, где Сайтама встретится с Кингом, а завершится на 121-й, в которой очнувшегося и немного передохнувшего Гару окружат герои А и Б-класса. Следующий, восьмой эпизод, покажет их битву со 122-й главы, появление Геннесса с Бэнгом, и закончит на мордобое последних с убийцей героев и монстрами в 124-й. Только для того, чтобы в 9-й серии со 125-й до 126-й главы появился Феникс, Многоножка и серьезный панч Сайтамы на десерт. Да, даже вариант с окончанием на 126-й главе никак бы не подошел под количество страниц, и по моим предположениям окажется лишь концовкой 9-й серии, в то время как началом 10-й послужит следующая, 127-я глава с пробуждением Гару, а завершением 129-я, в которой Доктор Гений расскажет про Лимитер. Не думал, что это будет материал второго сезона, но вот как оно получается. Оказалось, что эта тема из веб-комикса еще так далеко, но... 11-й эпизод начнется с длиннющей 130-й главы, в которой аж сотня страниц. Гару там проснулся после смерти и пошел устраивать Махач, а закончится серия на 131-й главе с началом сбора героев и появлением Бродяги Переростка. Последней же серией сезона станет лютый экшон между 132-й и 133-й главой, где Гару будет месить сначала песика, а потом и Орочи. И именно на этой битве Гару с Орочи, на мой взгляд, завершится второй сезон аниме One Punch Man. Почему именно здесь? Потому что в следующей главе идет тема с собранием героев, что вполне подходит на первую серию. Да и 133-я глава крайне эпичная, показывает нам силу Гару, Бродяги и Орочи, ну и завершается на залезании с Айтамы в канализацию, обещая экшон в будущем. Как по мне, это лучшая концовка для сезона из всех возможных вариантов. Ох, господи, этот видос получается куда для нечем, я его изначально задумывал. Что-то много тут вышло рассуждений, но, надеюсь, инфа это интересная. Я не буду рассказывать, как именно я распределил эти главы, потому что было бы не особо интересно, если бы я каждый раз при тебе считал до 150 там и раскидывал их. Но, по крайней мере, сейчас, мне кажется, мои предположения по поводу расстановки глав на серии выглядят весьма логично и будет забавно, если именно так все и произойдет по итогу. А как ты считаешь, прав я буду или, по твоему мнению, все должно быть иначе? Комментарии открыты, обязательно почитаю. Еще я собирался вставить несколько слов о моем предыдущем видео с анонсом от Йонка, чтобы адресовать все, что случилось, ведь именно это я обещал сделать. Но тут ролик получается уж слишком длинным, хотя ладно, была не была, я все равно не собирался спать сегодня. Ну так вот, в прошлый раз я говорил про 2020 год, и хотя некоторые почему-то посчитали, что это мой анонс, и я точно уверен в нем, многие вместе со мной решили подождать воскресенье и эвента по One Punch Man, чтобы проверить слова Йонка. И, как ты уже понял, он оказался тотально неправ. Мало того, что второй сезон выйдет на полгода раньше, так еще и никакого первого эпизода показано не было, лишь тизер без кадров из аниме. Можно сказать, что с одной стороны это хорошо, с другой плохо, но давай не будем слишком сильно наседать на Йонка за эту ошибку. Да, теперь я точно убедился, что его словам не стоит доверять, когда они ничем не обоснованы. Однако, он действительно узнает инсайдерскую инфу, просто на этот раз инсайдеры его несколько обманули. Может быть для создания дополнительного хайпа, может еще для чего, но ему выдали неверную инфу, и теперь придется за это расплачиваться. В любом случае, хейтить Йонка не стану и тебе не советую, ну а я все-таки оказался частично прав. Ведь изначально говорил, что скорее всего, на Гаку Инсайе нам назовут дату выхода, максимум пока что трейлер, и никакой первой серии там не появится. Ну и я не безгрешен, думал, что могут анонсировать на зиму 2019-го, а в итоге получился лишь апрель. Кстати, сразу после выхода второго сезона Моба Психа 100, интересненько. За это, извиняюсь, но я не позиционировал свои идеи, как инсайдерскую стопроцентную информацию, потому что это не так. И пока не появилось официального анонса, ничего не заявлял. Убеждаюсь в очередной раз, что иногда могу быть частично прав. Было бы прикольно попасть точно и в расстановку глав по сериям. Хотя, навряд ли получится. Кстати, об этом. Раз уж я потратил время на предположение об эпизодах второго сезона, почему бы обзоры глав манги не подогнать под мое распределение серий? Выпустим такой вот свой собственный второй сезон Ван Панчмана, где каждый обзор будет на все главы, которые войдут в определенный эпизод. На данный момент я обозрел только до 56-й, так что следующий обзор придется начинать не с 59-й, которая начнет вторую серию, а с 57-й. Но в дальнейшем, если я все-таки не буду лениться, обзоры будут выходить в том порядке, который я озвучил в видео. И надеюсь, я успею дойти до 133-й главы перед выходом второго сезона. Можешь немного покайпить это в комментах? Буду рад почитать. Парень делает качественный контент в перемешку с кошерным юмором, а взоры, мемы, переозвучки и топы уже ждут тебя. Я обещал ему рекламу еще весной, но совсем про него забыл, так что перейди по ссылке в описании ради меня. Сделай человек приятным, пожалуйста. Ну зайди ты, жалко что ли? А пока, напиши, как тебе мое видео. Какие мысли по поводу анонса второго сезона, моей компоновки серий и Йонка у тебя образовались? Я не мог просто сделать видео, в котором скажу парой предложений, что One Punch Man выйдет в апреле 2019-го и на этом все закончить. Уже давно хотел расставить главы манги по сериям, и вот, наконец, все совпало. Вероятно, ролик получился слишком затянутым, и в комментах снова будет занудство про воду. Но все это мне хотелось рассказать, и надеюсь, тебе понравилось. Потому что работал я в очень экстренном таком режиме, чтобы все сделать как можно быстрее и не затягивать с анонсом. Подпишись на мой канал, если не подписан, чтобы узнавать только достоверные новости и следить за выходом новых обзоров манги. Жми колокольчик, дабы всегда приходить первым и ничего не пропускать. Ну и ставь лайк, если ролик тебе понравился. Это было бы очень кстати. Также переходи по ссылке в описании в мою группу ВКонтакте, где каждый день публикуются годные Артики и мемы по вселенной Ван Панчмана, а также именно там быстрее всего появляются анонсы и новости перед тем, как выйти видосом на моем канале. А ведь шоу длит и бадиггол. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok